В республике усилили работу по выявлению нелегальных таксистов, работающих на межпоселковых и межрайонных маршрутах. Рейды проводят на постах ГИБДД. Проверки начались после того случая с ДТП с погибшим и пострадавшим в Нюрбинском районе. Виталий Абрамов расскажет подробнее. Проверке подвергаются практически все микроавтобусы, проезжающие вдоль поста. Инспектора уже с легкостью определяют потенциальных клиентов. Как правило, у таксистов стоят усиленные багажники, и они более утеплены для долгого вояжа. В первую очередь смотрят на документы, лицензию и путевой лист. А уже потом досматривают салон автомобиля на наличие ремней безопасности, тахографа и дополнительных сидений, не предусмотренных заводом. Однако у нелегалов есть свои способы обойти правила. Они умышленно демонтируют специальные сидения для пассажиров, после чего регистрируют их в качестве категории «Б» и после этого осуществляют свою незаконную деятельность в дальнейшем, устанавливая опять эти дополнительные сидения, которые до этого были демонтированы. Наличие тахографа также обязательно, так как этот прибор следит за режимом работы таксиста. Нюрбинская трагедия произошла как раз из-за переутомленности в водителе и передачи руля человеку без прав. Между тем, своих коллег в тени недолюбливают и официальные перевозчики. Конечно, у каждого таксиста должно быть все в порядке с документами. Я хоть и не часто занимаюсь пассажироперевозками, при поездке оформляю даже страховку. И это тоже не пустые слова, так как случись что, не дай бог, конечно, нелегал сможет полностью откреститься от пассажиров и никакой компенсации не будет. При посадке в транспортное средство любой гражданин вправе потребовать от перевозчика исчерпывающий перечень документов. То есть, как минимум разрешение либо лицензии на перевозку пассажиров и багажа и документ, значит, либо чек об оплате проезда. Значит, где уже при наступлении каких-либо последствий, то есть, будет законным обращение данного гражданина в какие-либо органы власти, то есть, либо судебные органы. Такие рейды проходят на регулярной основе, но, к сожалению, на все сотни тысяч километров дорог, пролегающих по республике, инспекторов не хватит. И сотрудники ГАИ обращаются с самим пассажиром быть более осторожными при выборе перевозчика. Виталий Абрамов, Гаврил Дьячков, НБК Саха, Якутск.